Это новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! В этом выпуске состоялось 15-е заседание Национального собрания Западной Армении. В общине Иваня-Нарцаха продолжается строительство частных домов. Детские сады построят в трех селах Ниноцминды. Недвижимость армянского патриархата Иерусалима сдается в аренду без решения монахов. Озеро Ван очистили от ила. Открытие выставки, эпизоды идентичности, ювелирные украшения. Габриэл Саркисям вице-чемпион Европы. Посвященному армянскому календарю сегодня День Матери. 6 апреля состоялось 15-е онлайн-заседание Национального собрания Западной Армении. Повестка дня заседания включала ряд вопросов, основным из которых стало обсуждение законопроекта второй сессии Национального собрания Седьмого созыва, которая состоится 28 июня 2022 года. В рамках повестки также обсуждалась программа мероприятий, которые состоятся 24 апреля в Латинской Америке. Депутат Аракий Щищан обратился к председателю Национального собрания с письменным вопросом, на которое получил удовлетворительный ответ. Заседание вела председатель Национального собрания Нелли Арутюнян. В строящемся новом микрорайоне в административном районе общины Иваняна с Киранского района 9 из 107 жилых домов будут быстровозводимыми частными домами с легкими конструкциями. Об этом сообщает Министерство градостроительства Республики Арцах. Программа является пилотной и реализуется на счет благотворительных средств. В дальнейшем, возможно, проект будет расширен, будет построено большое количество подобных частных домов. В муниципалитете Ниноцминде Джавахку у детей появится возможность получить дошкольное образование. В конкурсе приняли участие две компании. Муниципалитет Ниноцминде выделил 150 тысяч лари для детского сада села Родионовка. Контракт подписан 16 марта 2022 года. Срок действия контракта истекает через 269 дней после даты подписания. В конкурсе приняли участие две компании. Строительные работы будут выполнены компанией овал за 107 тысяч лари. У армянского патриархата есть доходное поместье в Западном Иерусалиме, где находятся около 160 предприятий. И монастырь живет на доходы от этих предприятий. Ходят слухи, что патриарх Нурхан Манукян хочет сдать недвижимость в аренду бизнесменам на 99 лет. Но без решения монахов патриарх не может сделать это. А если сдаст, то патриархат окажется в руках неблагонадежных лидеров. Если сдать в аренду патриархат, будет получать лишь ежегодную плату, что будет меньше. В нынешней ситуации, если патриарх продолжит нарушать Конгрегациональный кодекс, либо патриарх должен будет уйти в отставку, либо уйти принудительно. С приходом весны очистка озера Ван в Западной Армении приобрела новый импульс. После работы очистки сооружения озера Ван избавилась от угрозы загрязнения. Грязь, которая скапливалась на дне, вызвала неприятный запах. В результате многомесячной тщательной очистки департаментом охраны окружающей среды и контроля на сегодняшний день очищено 121 тысяча кубометров грязи. 7 апреля в Музее истории Армении открылась выставка эпизода идентичности ювелирные украшения. В экспозицию вошли украшения 18 века, браслеты, ожерелья, пояса и другие, а также орудия труда армянских мастеров и этнографические фотографии. Целью выставки было раскрыть, каковы были их смысл и значения, как армянские украшения распространились, а главное – привлечь внимание современных армянских мастеров к истокам национального искусства. Габриэл Саргисян, член мужской сборной Армении по шахматам, стал вице-чемпионом индивидуального чемпионата Европы по шахматам. В последнем туре Габриэл Саргисян разделил очко с представительницей Испании Латасой Сантос, набрав 8,5 очков из 11. Габриэл Саргисян стал вице-чемпионом чемпионата Европы по шахматам. Победителем турнира стал Матиас Блуба из Германии. В этом году индивидуальный чемпионат Европы по шахматам прошел в Словении. Он состоял из 11 раундов. Западная Армения поздравляет армянского шахматиста, желает ему новых больших побед. 8 апреля – день Анаита армянского священного календаря. Это день материнства, то есть день матери Анаит. Согласно легенде, когда солнце находится под созвездием Овны, наши мудрые предки считали луч того дня лучшим лучом года, которому приписывали плодородие, благополучие и т.д. Спонсором и представителем всего этого является сама Анаита Дицамайр, поэтому этот день был посвящен материнству. Руководство Западная Армения поздравляет всех женщин с Днем Матери. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном ютуб-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром! Продолжение следует...